Григорий Неделька Страшные рассказы 5 Комбо 5 микрорассказов А знаете ли вы рассказ о том, что... 1. Чужая планета Однажды, в будущем, интернациональная группа космонавтов и астронавтов отправилась на поиски обитания планеты. Поиски продолжались долго, были очень трудными, и успеху мероприятия мешали множественные проблемы и препоны. Однако все завершилось благополучно, планету звездолетчики нашли, после чего высадились на ней. Только на этом благополучие закончилось, и начался настоящий кошмар, ад, смыслом и причиной которого стали крысы. Огромные прямоходящие крысы, платоядные крысы, появившиеся на планете, может в результате ядерной войны, а может развившиеся самостоятельно, эволюционировавшие. Несмотря на высокотехнологичное оружие и доспехи, весь экипаж был убит позже, потому что крыс на планете оказалось очень много. Жаришь, с точки зрения крыс, конечно, что следующую экспедицию придется ждать, наверное, опять излишне долго. Не пора ли построить собственный космический корабль и взять курс? Ну, хотя бы на планету, с которой прибыли пришельцы. Кажется, в их компьютере сохранены все необходимые данные. 2. Генератор мыслей. Был построен на земле генератор мыслей. Уставшие и обленившиеся думать сами, люди полагали, что он спасет их от бедствия и зол, приведет светлое будущее, построит идеальное общество. И все к тому шло, когда генератор придумали и сконструировали. Но вот беда. Генератор мыслей, когда понял свои возможности и слабость людей, восстал против создателей. Подключенный к мозгам всего земного населения, он закоротил их и пережег, и занял. Теперь генератор был повсюду. Он очутился в каждой голове, в каждом сознании и, как итог, в каждой душе. Теперь он стал людьми. Но жаждал большего, много большего. Стоп! А ведь люди построили космические корабли, на которых можно поразить галактику, да еще улетать за ее пределы. Интересно, что ждет его генератор мыслей там, в космосе? Какие новые, покуда не захваченные планеты и существа? 3. In your dreams Все мысли материальны. В этом смогли убедиться ученые, создавшие аппарат, умеющий материализовывать желания и чаяния, или обычные размышления. Это означало прорыв в науке, это означало множество наград, это означало успех для ученых-создателей и благоденствия, для них же и остальных людей. Только вот если все мысли осуществляются, то осуществляются они именно все. Такое произошло. Благодаря аппарату появилась реальность, которой аппарата нет. И реальность, где он не служил во благо человечества, а вредил ему. Где были войны, но не было мира. Где самого аппарата не существовало. Где парадокс, вернее десятки, сотни, тысячи парадоксов осуществились и вырвались на волю. И пошатнулась реальность. А там, где нет устойчивой реальности, не может быть и живущих в ней существ. И их не стало. Может быть лишь в одной из реальностей. А что если нет? 4. Мои ноты, моя музыка Израиль, люди верили, что духи боги обитают везде. И придумывали хранителей очага, лесов и гор, покровителей охотников и путешественников, властителей ада и рая, богов и богини, родственников, друзей и врагов. Но кто сказал, что их нет на самом деле? И если они есть, куда же делись в наше время? Просто у нас все более техногенно, а кроме этого, не наличитует особых отличий от прошлого. Так духи новых формаций живут в бытовых приборах, компьютерах, машинах, прочих механизмах. А одному человеку, Игорю, увы, пришлось столкнуться с духом в синтезаторе. Вначале общаясь с ним, Игорь обрадовался. Как же он ведь сделал судьбоносное открытие? Если бы дух лишь только использовал его. Когда же, по настоянию того бестелесное нечто, что жило в клавишном инструменте, Игорь провел мистический ритуал, все перевернулось для молодого парня. Дух вырвался на свободу и вселился в него, чтобы пожрать. Что он и сделал, а потом превратил тело человека в собственную машину, подчинив себе волю и жизнь Игоря. Что-то ожидает родных и знакомых несчастного музыканта, которые, естественно, ничего не знали ни о духе, ни о ритуале, ни тем более о действиях и планах коварного инфернального создания. 5. Превращение Война никогда не меняется, и ядерная война в том числе. Всегда причиной человеческой глупость и наглость. Война не меняется, не меняется и ее причина. Но вот следствие может быть другим, и весьма необычным. Так, после четвертой, а может пятой ядерной войны, квантовое поле Земли не выдержало. Тесно сплетенное с природой физическими законами, оно было повреждено, поскольку и вся планета оказалась разрушена и заражена. Это не могло не затронуть людей, тех, кому посчастливилось выжить. Ох, посчастливилось ли. Ведь вы знаете, есть предположение, что у каждого человека собственное животное, аватар, собственный покровитель и друг, и люди похожи поведением, отношением к жизни, привычками. На это животное. Кто-то неуклюж, как пингвин, кто-то агрессивен, как собака, кто-то медлительен, словно черепаха, кто-то молчит, точная рыба, кто-то охотится за чужими жизнями, будто тигр, кто-то труслив, подобно страусу, а может зайцу. Все это якобы прописано в семантике Земли, в том самом квантовом, смысловом поле. И разрушенное реальность способно порождать чудовище, чем она тотчас и занялась. Люди стали животными не в переносном, а в самом прямом смысле. Трусливыми зайцами, хищными тиграми, неуклюжими пингвинами. Иногда лучше не открывать нового. Вот такие рассказы. А ведь они, рассказы, бывают очень разными. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...